В Ташкенте Центром экономических исследований и реформ при администрации президента Республики Узбекистан был организован круглый стол в формате Open Space на тему трансформации банковского сектора Узбекистана 2020. Эксперты обсудили вопросы финансового оздоровления, а представители коммерческих банков выступили с презентациями. Эксперты сферы рассмотрели вопросы повышения инвестиционной привлекательности коммерческих банков, а также обсудили то, какие решения предпринимаются по модернизации банковского сектора страны. В данной встрече сегодня участвовали много банков, это, так скажем, государственные и, естественно, частные банки. Это все наши партнеры, которые на рынке, с кем мы конкурируем. Это было очень интересно, с какими, так скажем, предложениями они выходят на рынок в 2020 году. Это, естественно, даст нам возможность изучить свою политику в отношении трансформации и прокорректировать ее, чтобы мы оставались конкурентоспособными. Представители банков проинформировали участников встречи о нововведениях в банковско-финансовом секторе, правильном распределении активов с целью повышения коммерческой эффективности и формирования долгосрочной стратегии. В 2020 году перед Центральным банком стоит задача снижения уровня инфляции и обеспечения стабильности цен в экономике. Для достижения этой цели мы будем действовать на основе дорожной карты, утвержденной соответствующей указом президента Республики Узбекистан, и будем достигать прогнозные параметры уровня инфляции. Интересным было и то, что прямо здесь сотрудники ведущих финансовых учреждений страны представили презентацию своей деятельности, настоящих и планируемых проектов. После состоялась дискуссия, в ходе которой специалисты сферы обсудили новшество банковского законодательства. Обходимо отметить, что в данный момент банки являются локативом экономического роста. И сегодняшняя презентация коммерческих банков показала, что наши банки должны интегрироваться в мировое сообщество, и они должны развиваться. Все ответы, прозвучавшие за круглым столом, были даны на конкретных примерах с учетом практического опыта и знаний.